Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня нам предстоит совершить путешествие. И станцией будет Китай. Гостем нашей сегодняшней программы будет помощник, заместитель председателя Совета Федерации и вице-президент фонда преображения через сотрудничество, Колков Михаил Юрьевич. Я хочу напомнить вам, дорогие зрители, замечательную фразу Редгерта Киплинга о том, как взаимодействуют Восток и Запад. «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на высший Господень суд». Но мы с нашим гостем попробуем найти точки взаимодействия, цивилизованного взаимодействия между древнейшими культурами, имеющими глубокие корни, тем более, что речь идет о соседних, о ближайших нам культурах. Итак, Михаил Юрьевич, скажите, пожалуйста, ваш фонд проводит большую работу по знакомству наших людей с восточной культурой. А чем обусловлен интерес именно к восточной культуре и вот сегодняшний, сегодня? Ну, во-первых, здравствуйте, Татьяна, здравствуйте, уважаемые, говорит, телезрители. Сегодня, вот, то, о чем мы сегодня будем говорить, а в первую очередь это обширная программа второго форума женщин России и Китая и четвертая неделя культуры российских и китайских женщин в Москве, которая начинается, вот, буквально, в эти, вот, замечательные, говорит, летние дни, начинается 1 июля. То есть инициатива принадлежит женщинам, это радует. Инициатива принадлежит женщинам, причем женщинам двух стран, женским организациям и парламентам, говорит, России и Китая. Ну, это, вот, фонд, вот, здесь, вот, просто участвует в очень небольшой, говорится, части программы, потому что программа действительно очень обширна и, вот, затрагивает не только Москву, но и Санкт-Петербург, и, вот, затрагивает самые, вот, различные, вот, направления, вот, нашего сотрудничества. И, если, вот, рассказывать подробно о неделе, это и встречи на, вот, очень высоком политическом уровне, это, вот, встречи с руководителями правительства, руководителями парламента, это обширные, говорится, дискуссии по социальной политике, по демографической политике, это круглые столы на московских предприятиях. Какой широкой политикой деятельности. Общение женщин друг с другом, это десятки встреч, которые вовлекут, вот, в свою орбиту, в течение вот этой июльской недели несколько десятков тысяч человек. Надо же, какой большой диапазон, да. И сегодня это большая программа, в которой участвуют, вот, множество организаций, десятки российских регионов, и 4 июля будет большое пленарное заседание, которое, вот, пройдет, там, совсем рядом с Советом Федерации, вот, в здании театра Станиславского, и, вот, там соберутся более 800 делегатов, вот, со всей страны. В основном это будут водиться женщины, и надо сказать, что для многих из участниц этой встречи это будет встреча уже, фактически, про друг и сестер, как они называют друг друга на неофициальном уровне. То есть настолько они между собой сплачиваются, что такие близкие родственные связи уже, да? Да, эта программа, вот, идет уже, говорится, не первый год. А сколько же лет она проходит? Она, говорит, идет, говорится, более, говорит, пяти лет, и, говорится, в прошлом году, говорится, была третья неделя культуры российских и китайских женщин, и впервые прошел первый форум «Женщин России и Китая», он проходил в Пекине, говорится, в Шанхае, в Гуанчжоу, теперь, говорится, приехали в Москву, говорит, и потом переедут, говорится, в Санкт-Петербург. Это действительно, говорит, обширная программа, и о ней можно было бы говорить, безусловно, очень много в любом аспекте, в политике, говорит, в экономике, анализировать нюансы семейной политики или меры по поддержке стариков, которые, говорит, очень интересны, говорит, в Китае, и, говорит, кстати говоря, они, говорит, с очень большим интересом следят за нашим опытом пенсионной реформы, стремясь не повторять некоторых наших ошибок. Вот о всем этом можно говорить очень много, но если брать специфику вашей, уважаемой передачи, то нам, конечно, нужно ближе, говорит, пойти к культуре, к истории моды, к истории костюма, ну, ко всему тому, что занимают женщин всех стран, а не только женщин России и Китая. Но это всегда было поле деятельности именно женщины. А вот скажите, эта инициатива все-таки была сверху или люди сами захотели общаться, вот именно на таком близком родственном уровне? Кто сказал, мы хотим общаться, мы хотим знать культуру соседнего народа, мы хотим дружить с семьями, ведь вот это мероприятие, которое будет проходить, это общение семей прежде всего, да? Душа людей всегда тянет к общению. Китай наш ближайший сосед, и всегда, говорит, хочется общаться, и интересно, что происходит у соседа. Это, говорит, знает любой человек в деревне, говорит, любой, говорит, человек в городе. Пусть в городе люди живут и очень обособленно, но всегда все-таки интересно, что происходит у соседа. На этом себя, говорит, сможет с честью поймать любой, говорит, человек, который подумает о том, что действительно, говорит, его волнует. Но все-таки в данном случае очень трудно, говорит, обойтись без инициативы сверху. Вот, разумеется, то, что происходит на сегодняшний день, это осознанное политическое решение руководства двух стран, причем на самом высоком уровне, на уровне председателя КНР и президента, говорит, Российской Федерации. Это государственная политика, говорит, сближения двух соседних стран, которые имеют общие геополитические интересы в сегодняшнем сложном, постоянно изменяющемся мире. Но это большая политика. А сверх того, говорит, есть еще, говорит, мир эмоций, мир человеческих отношений. И когда ты лучше понимаешь, говорит, своего, говорится, соседа, тебя тянет все больше и больше его узнавать. Ты начинаешь его приглашать в гости, он приглашает в гости тебя. Потом вы начинаете обмениваться подарками, и ты передаешь ему банку своих малосольных огурцов, а он тебе передает, говорит, банку своего домашнего самогона. Таким образом возникает дружба между семьями, и в конечном счете таким путем возникает и дружба между народами. Но здесь есть большая опасность. У нашего гостя наверняка будут оппоненты, которые скажут, мы хотим развиваться только по-русски, у нас свой самобытный путь, и мы будем придерживаться только своего такого исконно русского пути. Но на самом деле, если речь идет о костюме, русский костюм всегда испытывал воздействие и с восточной, и с западной стороны, как образно говорил Александр Александрович Блок, мы всегда были щитом между двух враждебных рас, да, монголовы и Европы. И воздействие, сначала волна культурного такого воздействия византийского, это строительство храмов, это иконописные школы, и византийский костюм, он пришел на смену короткополому русскому костюму. И христианизация Руси – это длинный костюм, закрывавший грешное тело буквально до кончиков пальцев, и ткани, если мы посмотрим узорчатые ткани, оксамиты, поволоки, барма, это драгоценные оплечья, которые украшали парадный костюм, все это элементы константинопольского, византийского влияния в костюме, и ткани-то были, в общем-то, привозные. И весь длительный путь, практически до XVIII века, мы пользовались в лексиконе модельеров терминами, которые имеют восточное происхождение. Это бахтарма, софьян, кожевники пользуются этими словами, это халат, это сарафан и кафтан, они тоже имеют восточное происхождение. И это кофта. Кофта, да. Это бахрома на шарфах. Конечно. Это многочисленные широкие рукава, которые, кстати, самые широкие рукава, исторически, были на китайских костюмах. И, кстати говоря, что очень нас роднит, вы сказали, что было неприличным, считалось неприличным показывать нижнюю часть костюма. И у китайцев, говорится, штаны всегда требовалось закрывать. Конечно, да. Верхние одежды штаны, говорится, считались весьма интимным элементом, говорится, мужской, говорится, и женской одеждой. Ну и макияж тоже. Грим, который превращал лицо женщины в лик, в маску, это была традиция, которая выполнялась очень жестоко. Женщины, которые не хотели наносить грим, вот в такой тяжелой форме, желая сохранить свое настоящее лицо, они испытывали негативную эмоцию со стороны окружающих. Это нужно было делать. И то же самое мы видим и в китайском костюме. Женщина тоже закрывала лицо густым слоем, румян, белил, выщипывались брови, рисовались новые. То есть лицо как бы уже собственноручно рисовалось то, которое хотелось женщине. И очень много вот таких точек соприкосновения между Востоком и Западом. И то, что произошло в 17 веке, в конце 17-го, начале 18-го, Петр I запретил носить русское платье, но оно фактически уже было таким синтетическим продуктом нашей культуры, восточной культуры, и обратили внимание в противоположную сторону, в сторону Западной Европы. При Петре I это также, Татьяна, было элементом совершенно осознанной государственной политики. То, что Петр I, говорится, совершенно неспроста. Не только потому, что Франц Лефорт подсказал ему, что европейский костюм удобнее, не только потому, что ему понравились европейские костюмы, когда он был в Голландии. Мы будем жить теперь по-новому, да? Он стремился, говорит, изменить страну, изменить ее резко, говорит, и быстро. И для этого, говорит, потребовалось менять, говорит, и внешний вид, менять обычаи, говорит, уклады, приносить сюда, говорит, элементы, говорится, западной цивилизации. И поэтому, говорит, изменение костюмной политики, говорит, на Руси было совершенно осознанным элементом государственной политики императора-реформатора Петра I. Но мы говорим сейчас о Китае, и вы остановились на очень интересном, говорит, в моменте на макияже. Дело в том, что на Востоке, говорит, косметику, говорит, активно использовали, и лицо себе рисовали не только женщины, но и мужчины. И мужчины, да, знаменитый театр. И, говорит, вы можете, говорит, вспомнить здесь не только театр, но и, скажем, боевую раскраску японских самураев. Можно вспомнить, говорит, раскраску лица, скажем, китайских чиновников. Ведь, допустим, была, говорит, специальная маска, которая означала, говорит, что я не подкупен. Ну, надо же. Для которой использовались, говорит, темные краски, и некое подобие раскрытого цветка лотоса рисовалось на лбу. И достаточно сложный узор, немного напоминающий маску Зора, говорит, совсем нам знакомую по многим фильмам, украшал, говорит, часть лица, говорит, почти две трети лица было закрыто этой маской. Маска означала неподкупность. И была маска, которая означала, говорит, я иду, говорит, на смерть, биться на смерть со своими врагами, в которой были в основном красные тона. И, говорит, эти элементы, они встречаются не только в китайской культуре. Они, скажем, были, говорит, очень широко представлены у индейских цивилизаций. Ну, это да. Совершенно на других континентах. И, говорит, здесь надо сказать, что многие цивилизации, даже не испытывавшие, говорит, взаимного влияния, поскольку, говорит, мир на протяжении, говорит, почти всей своей истории был очень сильно взаимоизолирован, и только последние, говорит, несколько десятков лет принесли нам, говорится, самолеты, говорится, быстрые пароходы, и, главное, всемирную паутину, вот только последние десятилетия сделали мир взаимопроникающим. И, говорится, сделали, говорится, всевозможные изоляционистские тенденции, говорит, но не очень перспективными. Хотя примеры, конечно, говорится, встречаются и будут, говорится, безусловно, говорится, воспроизводиться, потому что мы живем в очень сложном мире. Но все-таки современный мир доступен друг для друга. И это правильно. И вот как небольшой такой резюме к нашему такому началу разговора, я хочу показать несколько слайдов. Это подиум 21 века, чтобы подтвердить, что интерес к восточной культуре не только у художников, у литераторов. Вот Диоровская коллекция последних лет, она поражает, вот макияж, как раз о котором мы говорили, боевая раскраска, да, густой слой грима, глаза и потрясающие цветочные расцветки. Нужно сказать, что яркие эти цвета, они как раз и яркий рассвет, ветки сакуры, фудзияма и безбрежное голубое небо. Ну вот это то, что сейчас видят телезрители, это не только влияние, здесь вот в первую очередь влияние японского костюма, но это очень созвучно и к китайским, говорится, костюмным историческим корням. Дело в том, что вот история китайского костюма и ярких тканей, расшитых узорами, ведет свою историю с глубоко до христианских времен, поскольку императорский Китай, это имеет многотысячелетнюю историю. И одежда китайских женщин, естественно, китайских женщин богатых, она всегда имела в себе очень яркие цветочные узоры и множество символов. Но в китайском языке даже слово, говорит, летучая мышь и счастье, они звучат одинаково, это одно слово. Поэтому, скажем, многие женские костюмы, они украшались узором из сплетенных летучих мышей. И каждый цветок, использовались активно цветочные узоры, они означали определенные времена года. Но там образ женщины был, образ прекрасный цветок. Они, видимо, отталкивались от такого пантеистического видения мира. Потому что если у европейцев человек мирил о всех вещей, то природное начало, вот это такое пейзажное мировоззрение, любование всем, что цветет, бушует красками, это, наверное, присуще вот в восточной культуре. Ну, вы начали с цитаты из Киплинга. Я, говорится, продолжу, говорится, цитаты из нашего бессмертного фильма «Белое солнце пустыни». Восток дело тонкое. И, видите ли, когда китайцы создавали, говорится, свои произведения, причем, говорится, не только в искусстве каллиграфии, не только писали свои стихи, но и, говорится, создавали, говорится, женские костюмы, говорится, при всем при этом они, как представители очень тонкой культуры, великолепно понимали, что женщина очень изменчива. И женщины разные, говорится, и, говорит, возможно, что настроение женщины гораздо больше, чем времен года. Но, тем не менее, с временами года тоже можно проводить определенные аналогии, и, говорит, поэтому, скажем, вышитый цветок хризантемы означал зиму. Цветок лотоса, говорит, и солнце, это, говорит, лето. И, говорится, скажем, такой цветок, как пион, это весна. И вот такой... Если малым увидеть большое, допустим, увидеть в нахохлившейся птице на ветке, увидеть вот этот вот грусть-тоску осени, или буйвол, который тащит на себе сквозь такую снежную пустыню, увидеть зимнее какое-то олицетворение, начало, да? А вот цветок действительно, это пробуждение чувств, эмоций, то есть себя выразить через какой-то образ из мира природы и из окружающего мира. Или выйти на небольшой пруд в запретном городе в Пекине, где, говорится, был, пожалуй, самый закрытый дворцовый комплекс в мире, который, говорится, до сих пор, говорится, сохранился, туда сейчас водят туристов. Вот многочисленные пруды, говорится, небольшие, говорится, бассейны там, там много уток-мандаринок. Это очень известная, говорит, китайская, говорится, птица. И вот когда по глади пруда плывут две утки-мандаринки, утка и селезень, вот можно, говорит, в этом увидеть символ супружеского счастья. И вот две вышитые утки-мандаринки были, говорится, символом супружеского счастья. Их очень часто вышивали, говорится, на одеждах, говорится, замужних женщин. То есть женщины, в принципе, всегда умели очень тонко чувствовать природу, потому что руки женщин вышивали вот то, что украшало потом костюм мужчины. Женщины, в том числе, говорится, женщины в Китае, говорится, всегда умели очень тонко, говорится, оценить стремление мужчины, говорит, создать, а чаще купить им красивый, говорится, костюм, который будет хорошо передавать настроение, и будет хорошо передавать любовь в этой семье. Но, кстати, сказать именно наблюдательность женщины 4,5 тысячи лет назад позволила Китаю стать очень прочно стоящей на ногах экономической державой. 2640 год императрица китаянка увидела, как кокон упал в горячую воду, и вдруг блестящая, сверкающая на солнце ниточка отделилась от этого кокона. Это было начало к тому большому, великому китайскому шелковому пути, который потом связал нации и народы в одно единое целое. Огромное количество желающих было узнать тайны китайского шелка, но оно строго оберегалось под страхом смертной казни. И только огромное желание людей узнать, а как же производится эта уникальная ткань, шелковая, нежная, как кожа, с уникальными оттенками. В России шпион, шпионаж был развит, и Европа жаждала узнать секрет китайского шелка, и французы много отдали бы за эти секреты, много отдали бы император Византии, который подкупил двух китайских монахов, которые в посохе, в пустом тростниковом посохе, вывезли семена тутовых деревьев и коконы тутового шелкопряда. А китаянка-принцесса увезла секрет китайского шелка в Индию. Таким образом, как чернильное пятно, знание о том, как производится шелк, распространялось практически по всему миру. Причем она в прическу, а прически у китаянок были высокие, до 90 сантиметров, украшенные цветами, она вплела коконы и, опять же, семена тутовых деревьев. А вот француз Кальбер, он, видя перспективность развития шелковой промышленности, он даже тем, кто выращивал тутовые деревья, готов был помогать материально, только для того, чтобы поставить шелковый бизнес на ноги. То есть мы видим, если нам это интересно, экономически выгодно, то почему же отказываться от бесценного интересного опыта? Это то, что называется спрос, рождает предложение. Ведь история похищения и борьбы за секрет шелка – это история и развитие шпионажа. Спрос рождает предложение, и поэтому для развития всемирного шпионажа, шпионского искусства стремление похитить секрет шелка, говорится, сделало огромный вклад. Может, даже, говорится, он, пожалуй, может быть, сопоставим с вкладом холодной войны в дело развития искусства шпионов и разведчиков Соединенных Штатов и Советского Союза. Борьба действительно была, говорит, удивительной. Это многие, говорится, смертные приговоры, которые вынесены, говорится, неудачным разведчиком. Ты женщина начала всех начал. Видите, какое маленькое событие. За похищение, говорит, такого секрета без всяких промедлений выносили, говорится, смертные приговоры. Но спрос рождает предложение. Ведь почему будет великий шелковый путь? Это был путь с востока на запад. Вот западная цивилизация, которая формировалась вокруг Средиземного моря, она была главным потребителем. И, говорится, туда, где был спрос, устремлялся, говорится, китайский уникальный товар. На сегодняшний день, говорится, то, что пытается сделать Китай, это построить множество шелковых путей, которые, говорит, ведут в любые уголки мира. Потому что китайские планы в этом отношении, говорится, чрезвычайно амбициозны. И они сегодня касаются не только шелка, они касаются китайских всевозможных предметов ширпотреба, которые вы сегодня встретите в любом, говорит, и нашем магазине. А я не хочу. А я сопротивляюсь. Они касаются, говорится, даже, говорится, китайских автомобилей, китайской бытовой техники. То, что сегодня пытается сделать Китай, он пытается построить, говорится, осовремененные, говорится, шелковые пути, которые ведут, говорится, во все уголки, говорится, нашего мира. Ну вот как бы мы не сопротивлялись, тем не менее, мы видим, что восточное влияние, оно распространяется не только на мир моды, это и кулинария, это и медицина, это интерьеры, архитектура. То есть это не просто какое-то изолированное влияние, а влияние такое всеобщее, во всех буквально видах и отраслях художественного творчества и нехудожественного творчества в том числе. И вот с вашей точки зрения, чтобы сохранить самобытность нашей культуры, нам нужно изолироваться? Или нам нужно, просто узнавая секреты, брать их на вооружение и активно использовать? — Китайцы в свое время построили для, говорится, защиты от гуннов Великую Китайскую Стену. — Но она, к сожалению... — Единственное искусственное сооружение, она, кстати, помогла, говорит, от гуннов, больше 5000 километров очень серьезного оборонительного сооружения, но они великолепно, говорится, понимают, что, говорится, построить сегодня подобие Великой, говорится, китайской стены. В современном мире она была бы бесполезна. И, говорится, мир изменился не только в части, говорится, военного искусства и, говорится, противоборства армии. Он изменился экономически, он изменился информационно, он изменился с точки зрения, говорится, доступности людей и культуры друг для друга. — Но история интереса к восточной культуре, она, говорится, конечно, имеет отношение к той закрытости, которая у этих восточных культур была. И те, кто впервые открывал, говорится, из западной цивилизации, это были, говорится, путешественники, это были купцы, это, говорится, были, говорится, джентльмены, служившие в посольствах, естественно, им было, говорится, важно показать что-то у себя, говорится, в своем мире, то, что, говорит, они, говорит, увидели, говорит, в мире восточном. Да, они привозили, говорит, элементы костюма, да, говорит, и, говорит, мистер Шерл Холмс одевался, говорится, в восточный халат, он был очень, говорится, моден, говорится. — Но мы сегодня его увидим еще, да, как одевался. — В Лондоне, говорится, в его, говорится, времена, да, говорится, из, говорит, Индии, английские колониальные офицеры, говорится, привозили, говорится, множество всевозможных, говорится, индийских, говорит, изысков. Но шелк, кстати, всегда был достойным трофеем и всегда жаждали именно шелковые ткани получить в качестве военной добычи. Да, я хочу сказать, что всегда интересно привезти что-то такое, что нет у других. И те, кто впервые знакомился с Востоком, всегда привозили это и показывали, это было элементом престижа. Потом, естественно, распространялось, но это общие законы моды. Всегда интересно посмотреть что-то новое. На сегодня нельзя сказать, что воздушные мотивы для нас новые, по своим корням истокам. Но сегодня мы можем говорить о совершенно осознанном проникновении культуры друг в друга. Возвращаясь к году Китая, который сейчас проходит в России, это очень интересную вещь предлагают китайцы. Это находят понимание, кстати, у властей наших регионов, в ряде наших городов будут показы китайских мод современных. Но это очень интересно, особенно для наших зрителей. Потому что мода живет не только в Японии, не только в Лондоне, не только в Париже, которые считаются столицами мировой моды. Не только в Милане, но и в Пекине, и в Шанхае. В тех многих городах, которые для Китая являются главными воротами в остальной мире. Ну а потом, если еще значимые какие-то лица, узнаваемые, с хорошей репутацией, демонстрируют интерес к другой моде, к другим традициям, это всегда вызывает интерес. Например, вот Юлия Высоцкая, которая демонстрирует восточный халат от Гальяна, обратите внимание, она не стала менее русской. Наоборот, на контрасте с этой восточной одеждой, она стала еще более тонкой, изысканной и очень русской. Или принцесса Диана, которая во время визита в Японию демонстрирует японское кимоно. Оно ей, кстати, очень идет. А вот, кстати, посмотрите, вот те костюмы, которые Вы сейчас демонстрируете, у них запах налево или направо? Это очень важно, действительно, что у них на против... И вот основа тех моделей, которые мы только что видели, это чиновник китайский и халат, который совершенно спокойно может надеть и мужчина, и женщина. Да, такой универсальный вариант унисекс, шелковая потрясающая ткань. Но мне хотелось бы еще обратить внимание наших зрителей на один интересный момент, связанный с традиционной русской культурой. На Руси всегда считалось, надел рубаху с чужого плеча, проник в тайный мир чувств, переживаний, эмоций того, кому принадлежала рубаха. Ведь рубаха была близко к телу, она сохранила часть энергетики и тепла этой рубашки. И вот женщины, которые иногда надевают рубаху мужчины, наверняка хотят поближе узнать человека, владельца этого предмета. И мне кажется, обращаясь вот в таком плане к чужой культуре, мы не становимся менее русскими. Это никаким образом не делает нас ущербными, что мы что-то теряем. Наоборот, мы сохраняем свое и приобретаем что-то еще более полезное для нас, как такой вот интересный житейский опыт. Ну, знаете, Татьяна, тут можно привести совершенно замечательные примеры, которые, ну, по сути своей хрестоматийны. Возьмите, говорит, пельмени. Они, говорит, в мире справедливо считаются одной из основ русской кухни. Но, говорит, пельмени, это, говорит, одна из основ и кухни китайской. И более того, могу сказать, что настоящий ценитель пельменей, который, говорит, любит и умеет делать пельмени сибирские, Ох, как с вами сейчас будут спорить. Он никогда, говорит, не откажется, говорит, попробовать пельмени китайские, говорит, скажем, жареные, там, с креветками, говорит, или со свининой, или с грибами. Потому что в Китае, говорит, много своих заморочек с пельменями. Но, говорит, при всем при этом, конечно же, говорит, скажет, что мои пельмени, безусловно, лучше. Но при этом, говорит, можно ли, говорит, сказать, говорит, все-таки, что у кого-то, говорит, из нас есть, говорит, абсолютные монополии на те или иные, говорит, предметы одежды или те или иные моменты в истории кухни, и кулинарии. Ведь в конце концов есть замечательная русская водка, но есть замечательная китайская водка мутай. Справедливости ради, надо сказать, что в нашем климате наша водка гораздо адекватнее. Но, с другой стороны, за великой китайской стеной, говорится, чрезвычайно интересно попробовать и местный напиток. В любом случае, есть, безусловно, общие, что всегда, является общим для всех, кто может назвать себя человеком. Есть определенные нравственные ориентиры, говорится, народов. Они общие не только у русских или других многочисленных национальностей нашей страны, но и не только у китайцев, но и представителей многих других стран и народов. Это счастье супругов, это любовь к детям, истребление поставить их на ноги, это уважение к своим старикам, это... Вы знаете, уважение к старикам, это то, что, к сожалению, уже не становится аксиомой. Это требует доказательств, особенно в современных условиях, когда архетипические образы просто разрушаются. Я когда смотрю на современную рекламу, я просто в ужасе. Когда полный зал бабушек сидит, и мальчишка на их глазах бросает банку с колой, да, выпив ее, и они ему хлопают. И мы знаем, что архетипические образы, это всегда образы, которым следовало слушать и внимать, да. И когда они поощряют нарушение правил, или там правила существуют, чтобы их нарушать. И мы просто снижаем не уровень влияния, а нам не с кем советоваться. Нам не у кого попросить мудрого совета, потому что в основном у нас средства массовой информации оккупированы детьми, детьми, которые как расшалившиеся устроили большой праздник непослушания, к сожалению. И нам некому просто пожурить, научить, посоветовать. А вот в традиции восточной культуры, как мне кажется, я просто работаю в таком детском коллективе, где есть представители детей и этой осетины, и евреи, и украинцы. Такая у нас международная группа подобралась. И я смотрю, как отличаются русские, к сожалению, дети от детей с восточными корнями. У них послушание – это как элемент воспитания обязательный. Вот у них это... Вероятно, надо нам тоже вспоминать свои традиции, потому что это было в традициях. Посиделки не обходились на Руси без старшего поколения. То есть молоденькие девушки, рядом всегда сидела старшая женщина, которая говорила, однако ты зубья делаешь, острый узор там какой-то, вносила коррекции в орнамент, она помогала советам в технологических приемах. А сейчас, в принципе, этого, к сожалению, нет. Ну, видите ли, Татьяна, мне кажется, что если аксиомы забыты, о них не грех напоминать. Конечно. Но, говорится, здесь есть еще такая позиция, как активность и стремление, говорится, заявить о том, что ты думаешь, говорится, знаешь. Вот в этой связи я, говорится, вернусь опять-таки, говорится, к нашей китайской программе и предложу на нее посмотреть, говорится, чуть под другим углом. Вот китайцы привозят, говорится, свои семьи. Вот это очень интересно, что именно семья... Кто, говорится, демонстрирует свое искусство на сцене, не будучи при этом, говорится, артистом-профессионалом. Приезжают наши семьи из разных регионов России, говорит, и из Москвы, говорит... А за чей счет они приезжают? Они, говорится, приезжают, говорится, за счет, говорится, государства. Они, говорится, приезжают, говорится, за счет, в нашем случае, за счет российских регионов. В китайском случае за счет, говорится, бюджета Китайской Народной Республики, говорится. Но многие, говорят, из тех, кто принимает в этом участие, говорят, у нас, участвуют в этом, говорят, и за свои кровные деньги есть и такое, потому что это... То есть огромное желание и мир посмотреть, и себя показывать. Совершенно верно, но я хотел сказать чуть о другом. Дело в том, что когда семья непрофессиональных актеров выходит на сцену и хочет поделиться своим умением, своим мастерством с остальными людьми, это определенное преодоление себя. Они не стесняются это сделать. Они не стесняются заявить о своей позиции. Хотя, быть может, говорится, далеко не все в восторге, скажем, от игры на гуслях или от игры, говорится, на китайских национальных инструментах. Ну почему же? Я обижена за гуслях. Нет, обижаться здесь не надо, говорят, ну, наверное, у поклонников творчества, говорится, гусляров, но на сегодняшний день, говорится, сторонников не так много. Дело школы нет, я потеряю. То или иной, говорится, популярной, говорится, рок-группы, это вполне естественно. Но при всем при этом они не стесняются, они в чем-то преодолевают себя, стремясь заявить о своей позиции. А когда выходит, скажем, наша семья, состоящая из трех поколений, и, говорится, демонстрирует, говорится, ну, по сути, говорится, фольклорный театр, там, сцену, говорится, деревенского праздника, там, столетней давности, которая, говорит, фактически воссоздает традиции, говорит, русской деревни. Ведь здесь, говорит, они, говорится, несут, говорится, те самые нравственные ценности, причем они несут их, говорится, на радио и телевидении, они, говорится, несут их, говорится, представителям другой культуры, других народов, они, говорится, несут их тем людям, которые пришли их посмотреть в зале. А я вас уверяю, что когда соберемся мы в Центре оперного пения Галины Вишневской на семейные шоу, зал будет переполнен, потому что интерес, говорится, огромный, говорится, это посмотреть. И, говорится, к тому, что если, говорит, у вас, а я знаю, что, говорит, у вас, говорится, в студии прекрасно занимаются многие, говорится, бабушки. Да. Знаете, вот я, когда говорят, семья, традиции, это больно. Дети, Татьяна, всегда будут более активны в стремлении к средствам массовой информации, всегда будут чаще попадать на телевидение. Но, говорит, я уверяю, что, говорится, нашим, говорит, и особенно вашим, говорит, я знаю, говорится, бабушкам, абсолютно не грех, говорится, показать себя, показать себя вместе с детьми, говорит, и внуками, показать себя, говорится, с мужьями, дедами, и показать себя, говорится, для того, чтобы, говорит, мы, говорится, четко понимали, говорится, мы живем, говорится, в своей стране, говорится. Все, кто жил, говорится, пусть там в советское время, говорится, пережил многие перипетии страны, это, говорится, наши, говорит, общие истории, говорит, и нам, по большому счету, нечего этой истории, говорится. — Нет, у нас богатейшая история. — И надо, говорится, показывать себя, надо не стесняться, показать то, что интересно тебе. — У нас есть что показать. — У нас есть что показать, безусловно. И это касается не только детей, это касается и людей старшего поколения. И здесь, кстати говоря, можно многое взять от китайцев. У них на уровне обыденном, на уровне жизни в городах и в деревнях. — Они всегда славились рукоделием, они настолько... ...любят работать руками, и у них ремесла развиты именно с учетом традиций, которые уже сложились в этом регионе. И ручки — это, прежде всего, тренировка мозгов, потому что интеллект, он рождается только после того, как начнут работать пальцы. — Надо показывать, и это не только вам, Татьяна, это и уважаемым телезрителям. У вас ведь есть много, говорится, своих увлечений. И поверьте, многое из того, что вы делаете, это может быть очень интересно... — Заслуживает интереса. — ...вашим соседям, а, быть может, гораздо более широкой аудитории. Ведь людям нужно признание. Им нужны аплодисменты на сцене, когда они показывают предметы своего творчества. Им нужна радость общения, когда они выходят на сцену вместе со своими детьми. Ведь в конечном счёте, говорится, человеческое признание — это, говорится, то, что обеспечивает счастье человеческой жизни. Без разницы, где она проходит, говорится, в Китае, говорится, в России, или, говорится, быть может, даже в Антарктиде. Везде нужно признание. — Я хочу нашим зрителям показать несколько старинных костюмов той культуры, о которой идёт речь. Это китайские уникальные халаты, платья, обувь. Это потрясающий совершенно головной убор. Это женская совершенно шёлковая накидка прозрачная, как воздух. Это уникальная обувь, очень интересная. Посмотрите, да? Замечательные пояса, прически, украшенные цветами. — Кстати, в Китае древнем головной убор для мужчин считался обязательным. Я хочу обратить внимание на головной убор мужской. Дело в том, что заканчивается этот головной убор. Форма и у мужчины, и у женщины практически одинаковая. Но у мужчины он заканчивается жемчужиной, достаточно крупной. И в зависимости от того, что было на конце вот этого консовидного украшения, можно было судить о ранге, которые занимает этот или чиновник. Это может быть драгоценный камень, перламутр, какой-то другой материал. Но вот у императора на окончании головного убора была жемчужина. И посмотрите, какой потрясающий яркий желтый цвет одежды. Он принадлежал... — Да, желтый цвет только прерогатива императора. — Только императора. И драконы, естественно, которые восходящие и нисходящие, это тоже знак императорской власти. Правильно? И женский костюм. Мы видим, что головной убор практически такой же, но здесь присутствуют перышки, цветы. И женщина просто... Вместо лица у нас лик, толстый слой грима. Женщина, как и на Руси, использовала, мы уже говорили, макияж активный. И в то же время, посмотрите, какой яркий, интересный костюм. — Да, хотя вот здесь головной убор у женщины. Женщины очень часто ходили с непокрытой головой, просто использовали достаточно сложные прически. — Ну да, мы говорили, до 90 сантиметров высота. Вот обувь. Веера. Веера в начале 20 века просто стали необходимой частью европейского костюма, потому что эпоха модерна, она наложила свой отпечаток на скульптуру, архитектуру, украшение интерьеров и костюма женщин и мужчин в том числе. И яркие краски, вышивка шелком, это то, что было опознавательным знаком, можно сказать, эпохи. И если вот вспоминать о взаимодействии культур, например, город Барселона, украшенное творениями Антонио Гауди, когда на крыше дома мозаичные драконы, вот это тоже влияние Востока, и тем не менее город не восточный, а проявление культуры в том, что я проявляю интерес к другому народу. Вот скажите, пожалуйста, ваша большая программа, она на перспективу рассчитана какую-то, или у нее просто вот каждый год новые мероприятия, и вы как бы не планируете что-то вперед? Это развивающийся диалог, и это, говорится, часть межгосударственных отношений, это, говорится, часть отношений между, говорит, общественными организациями. Дело в том, что отношения, говорится, с Китаем сейчас очень многосторонние, очень многоуровневые. И, говорит, конечно, их неотъемлемой частью является, говорит, и развитие, говорится, просто человеческих, говорится, связей, которые, говорит, и на сегодняшний день целый ряд общественных организаций стремится всемирно поощрять для культурного обмена, говорится, для лучшего понимания людей, и в конечном счете народов, говорится, друг друга. И вот у нас второй форум женщин России и Китая, и четвертая неделя культуры российских и китайских женщин, это очередной шаг в этом сотрудничестве. Там с китайской стороны заместитель председателя китайского парламента, там всекитайского собрания, говорит, народных представителей, госпожа Гусюлянь, это и наша, Светлана Юрьевна Орлова, заместитель председателя Совета Федерации, они, говорится, возглавляют вот эту программу, говорится, женского сотрудничества у Китая с одной стороны, и, говорит, у России, говорится, с другой. И, говорится, безусловно, после четвертой недели культуры будет пятая, после второго форума женщин будет третий. И каждый раз этот диалог углубляется, и при всем при этом мы стоим на достижениях предыдущих разговоров. И количество людей, которые вовлекаются, тоже расширяется, да? И постоянно расширяется и количество людей, количество регионов, количество организаций. Это, говорится, последовательный и очень сознательно, говорится, выстраиваемый процесс, в котором, говорится, безусловно, говорится, участвует, говорится, человеческая инициатива. И, говорится, вовлечению, говорится, новых людей, организаций в это дело мы очень рады. И очень рады, говорится, что сейчас можно сказать, что и вы тоже, говорится, присоединились к этому процессу, и мы приглашаем к нему, говорит, и телезрителей. Потому что вот в эти июльские дни, вы можете, будет, внимательнее посмотреть на улицы Москвы, там появилось множество растяжек, украшающих улицы, там, вот, опять-таки, с упоминанием форума и четвертой недели культуры, эти растяжки у тех зданий, где будут проходить эти мероприятия, они будут и на ВВЦ, которые все китайцы помнят, как ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства. Это будет и в Кремле, это будет и в Коломенском, где будет, говорится, по сути, русский народный праздник, говорится, проходить. Это, и, говорится, в театрах, и, говорится, в центре оперного, говорится, пение, говорит, Галины Вишневской. И, говорит, во многих других местах, и, говорится, весьма широко, будет задействован, говорит, и Петербург со своей, говорится, замечательной культурной, говорит, инфраструктурой. И, говорится, я вас уверяю, что, говорит, на сегодняшний день, да, это, говорится, десятки объектов, но, вот, если посмотреть на несколько лет вперед, вот, мы можем говорить уже, говорит, о сотнях объектах и, говорится, сотнях организаций, которые, говорит, в это дело, будут вовлечены. Знаете, вот, на таком бытовом уровне, когда мы боимся чужого влияния, чужого воздействия, я просто вспоминаю ситуацию, которая буквально на днях случилась. У меня в гостях был редактор японского журнала с гостями, их было 20 человек, и одна из женщин в конце нашей встречи подарила мне с таким стрепетом маленькую сумочку, и она, в общем-то, не представляла для меня изначально никакой такой вот ценности, но когда переводчица сказала, что она сделана из старинного кимоно ее бабушки, и она ее, в общем-то, делала для себя, но ей так хочется поделиться вот частью ее дома, ее душевного тепла, потому что она собственными руками ее делала, вот эта степень доверия, она меня просто очень тронула. Я представила, что если я окажу такое же доверие другому человеку, то, в принципе, наши человеческие отношения вот на этом низовом уровне, они сделают нас, как вы в начале передачи сказали, практически сестрами, и ничего страшного, в общем-то, в этом нет. Ни я свои самобытности не потеряю, ни японская мастер не станет менее японкой, да, но в то же время вот эти связи, они, наверное, самые прочные, потому что на высоком уровне пытались решать вопросы, и в 19 веке Николай I вообще железный занавес ставил, да, и в 20 веке были возможности оградить, а вот человеческие связи, они, наверное, самые прочные. Ну уж кто ставил железный занавес, так это сам Китай, говорится, в течение очень долгого периода, говорится, своей истории. Да, говорится, конечно, но, говорится, при всем при этом очень хорошо, говорится, воспринимать и интересоваться культурой другого народа, когда, говорится, понимаешь, что внутри, говорится, есть твое. Все-таки, конечно, говорится, внутри, говорится, нас, говорится, есть, говорится, своя самобытность, которая обусловлена тем, что, говорится, Россия исторически находилась между, говорится, западом и востоком. И это между, это не тонкая стенка. Это многие тысячи, говорится, верст. Многие тысячи верст. Это огромное пространство, говорится, не только, говорится, нашей тайги, наших гор, наших полезных ископаемых, но это миллионы наших людей, которые между этими культурами родились, где родились их предки, и которые испытывали влияние этих двух культур в разных редакциях и разных ипостасях в течение многих сотен лет. И это сформировало российскую самобытность. Безусловно, они забывать, конечно же, нельзя. Но более того, именно эта самобытность, она, говорит, вызывает огромный интерес у людей, говорится, других стран. Эта самобытность в конечном счете является основой для заинтересованного донесения до нас, народами других стран, своей внутренней самобытности. И, конечно же, да, совершенно правы. Изоляционизм на сегодня, конечно же, невозможен. Но при всем при этом, своё внутреннее я надо беречь и каждому человеку, и, конечно, нашему российскому народу, который, в свою очередь, состоит из людей, говорится, разных наций, разных конфессий, но при всем при этом имеет российскую национальную улицу самобытности. Знаете, мне больше всего понравилось в вашей программе то, что в семье работают и включаются в активную деятельность дети. И в заключении нашей программы мне хочется сказать, что дети – это те единицы, которые станут потом миллионами нашей культуры. И дадим шар земной детям, как яблоко дадим. Пусть они им играют хотя бы день один. Пусть хоть день шар земной узнает, каким бывает доверие. Вот на этой оптимистической ноте мне хочется закончить нашу программу, поблагодарить удивительного собеседника Михаила Юрьевича Колкова за интересный разговор. И хочется призвать наших зрителей быть добрее, доверительней. И...